Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления печенья Корабье. Для того, чтобы узнать рецепт приготовления этого печенья, смотрите видео до конца. Желаю вам приятного просмотра. Для начала приготовления я беру глубокую емкость. Добавляю сюда 100 грамм размягченного сливочного масла. Сюда просеиваю также 160 грамм пшеничной муки. И все теперь это перетираю в мелкую крошку. Руки у меня чистые, я предварительно их вымыл хорошо. А перчатками я дома не пользуюсь кулинарными. Муку со сливочным маслом я растер. Я немного оговорился, надо было сказать не мелкую крошку, а просто растереть муку с маслом. Теперь сюда добавляю пакетик ванильного сахара и белок одного яйца. Главное, чтобы яйцо было крупное. Если вы боитесь, что смешается у вас белок с желтком, то делайте это не сразу тесто, а отдельно. И сюда добавляю 40 грамм сахарной пудры. Теперь из всего это замешиваю мягкое тесто. Тесто должно получиться такой консистенции, чтобы его было легко потом выдавливать из кондитерского мешка. Поэтому здесь размер яйца играет главную роль. Теперь беру непосредственно сам кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки. И перекладываю сюда тесто. Мешки, кстати, бывают некачественные и могут порваться. Поэтому, если собираетесь готовить это тесто, то обретите, пожалуйста, качественные мешки. Не скупитесь на цене. Иначе у вас порвется. Для безопасности мешка я все-таки не буду его наполнять полностью. Наполняю наполовину и подготавливаю противень. Беру противень, который я уже застелил пергаментной бумагой. Обязательно смазываю его маслом, так как он у меня не промасленный. Если у вас промасленный пергамент, то промасливать не нужно. Промасливаю я небольшим количеством сливочного масла. Вы можете также промасливать растительным маслом. После промасливания отсаживаю печенье на пергамент. Так, из-за того, что у меня насадки мелкие, у меня не получается нужная форма, поэтому я немного сделаю по-другому. Буду водить по окружности. Так, из-за того, что я уже застелила, После того, как я сформировал из теста печенье сверху по центру, я теперь добавляю везде понемногу домашнего варенья. На такое количество примерно уйдет варенье 70 грамм, ну это приблизительно 2 столовые ложки. Я кладу чайной ложкой понемногу. Если бы, конечно, у меня была насадка побольше, у меня бы правильная форма была печенья, и посередине было бы углубление, которое я бы вложил в варенье. Но я не подрассчитал размер насадки для кондитерского мешка, для печенья точнее. Джем пойдет любой, на ваш выбор. Можете ягодные, можете фруктовые, это уже на ваше усмотрение. Чтобы варенье при запекании не растеклось, я сверху присыпаю его картофельным крахмалом. Теперь этот противень я отправляю в духовку, заранее разогретую до 200 градусов на 25 минут, пока не паяется золотистая корочка. В итоге мое печенье готово. Я подожду, пока оно остынет при комнатной температуре, и потом переложу их красиво на тарелку. Все печенья я переложил, они у меня уже готовы. Подведу итоги к этому рецепту. Так как они у меня неправильной формы, вы поняли, что нужна обязательно насадка крупная, 8-звездочная такая, чтобы получилось. Именно форма курабье печенье, а не то, что у меня получилось. Можете даже хейтить, не обижусь. Крахмала нужно сыпать не сильно много, на то и перестарался. Ну и топ-мешок кондитерский был прочный и не порвался. А, ну и главное, яйцо крупное. Если мелкое, то можете добавить белки двух яиц. Ну в общем, на этом у меня все. Благодарю за просмотр этого видео. Не забывайте поставить лайки. Если вы новенький и нравится мой контент, то обязательно подпишитесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok